Здравствуйте! В эфире программа «Деловой разговор». Меня зовут Наталья Каршева. Авария на «Зеленом клину» многих заставила задуматься, кто и как ездит по дорогам Бийска. Сегодня об этом говорим с Иваном Сергеевичем Языковым, начальником управления Бийской полиции. Здравствуйте, Иван Сергеевич! Здравствуйте, Наталья Каршева. Иван Сергеевич, для начала можете прокомментировать этот резонансный случай, который был 31 августа на «Зеленке»? Тяжело комментировать данный случай, конечно. Это трагедия на самом деле. Резонансный случай, но это повседневная работа и будни нашего города. Понимаете, водитель в состоянии опьянения совершил очень тяжкое преступление. Убил человека, фактически. Это трагедия и для города, но в целом и для полиции. Мы сделали тоже выводы о том, что необходимо сместить наружные наряды, необходимо поменять и график работы, ну и, естественно, уделять больше внимания местам, где происходит распитие спиртных напитков. Печально все, на самом деле. Конечно, звонки о том, что люди в состоянии опьянения у нас, управляя транспортным средством, поступают очень часто в дежурные части, как произошло и в этот раз. Поступил звонок. Сотрудники полиции выехали на предполагаемое место правонарушения. Выехав на место, обнаружили автомобиль, который движется по улицам города. Естественно, подали голосовой сигнал, включили проблесковые маяки. Никак водитель не реагировал. После этого включили звуковой сигнал. Автомобиль нарушителя стал резко ускоряться. Ну и буквально через 20-30 секунд прошла эта трагедия. Естественно, сотрудники, остановившись на месте происшествия, начали документировать сей факт, оказывать помощь, в том числе и водителю, управлявшему, и находившемуся с ним пассажиру. Но, к большому сожалению, тот пешеход, та девушка, которая находилась на улице, погибла. Учитывая резонансность, начальникам главного управления было дано указание разобраться в ситуации. Сотрудникам следственного управления, главного следственного управления было возбуждено уголовное дело и принято решение о аресте нашего правонарушителя в последующем заключении его под стражу. На сегодняшний день лицо, совершившее данное преступление, находится в СИЗО. Уголовное дело расследуется. Назначены масса экспертиз, автотехнические, химические экспертизы и другие. По большому счету, никакой сложности, я имею в виду дополнительной, для нас нет. Дело уголовное будет расследовано в срок и направлено, соответственно, для согласования в прокуратуру. Я надеюсь, что в дальнейшем и в суд. И лицо, совершившее преступление, понесет заслуженное наказание. Сегодня очень активно обсуждаются еще и действия сотрудников, прежде всего. Ваша оценка? Я могу вам сказать ответственно, что после совершения ДТП по действиям сотрудников проведена служебная проверка. Мною она утверждена. И ответственно заявляю, что сотрудники действовали в строгом соответствии с законом. Есть соответствующая регламентирующая деятельность в данных случаях сотрудников правовой акты. Приказы сотрудники действовали в четком соответствии с ними по алгоритму. То есть, изначально, получив сообщение, появились на место происшествия, увидев транспортное средство, подали звуковой, сначала световой, голосовой сигнал, потом звуковой сигнал, и начали движение за автомобилем. В то время ни на дороге, ни на трассе, ни транспортных средств, ни пешеходов не было. Поэтому начали движение в сторону транспортного средства, уходящего, скажем, от автомобиля сотрудников ДПС. Еще раз говорю, это дело случая. Если говорить о проблеме в целом, вообще сегодня проблема гонщиков в Бийске актуальна? Она актуальна везде, наверное. Мы стараемся привлекать нештатных сотрудников, добровольную народную дружину, конечно, но никто из них никогда не заменит сотрудника ДПС. Никто и никогда. Последнее время, летнее время, мы активно усиливали работу сотрудников ДПС за счет сотрудников, работающих в отделе ГИБДД в кабинетах. То есть, все выходили на линию, занимались административной практикой. Это дает результат. Кроме того, мы регулярно проводим рейдовые мероприятия. У нас каждую неделю проходят дни профилактики. Каждую неделю сотрудники ДПС усиливаются в выходные, предпраздничные дни. Я могу вам привести статистику, что за 8 месяцев 2019 года 31 тысяча административных правонарушений грубых выявлено сотрудниками ДПС. У нас выявлено более тысячи водителей в состоянии алкогольного опьянения. К большому сожалению, эта цифра с каждым годом повторяется. Когда таких водителей останавливают, как себя чаще всего они ведут? 50 на 50, я могу сказать. Некоторые из них, признавая вину и чувствуя, что они совершили правонарушение или даже преступление, ведут себя адекватно. Но у нас более 40 фактов, когда в отношении сотрудников применялась в том числе и физическая сила, в отношении сотрудников оскорбления. У нас 40 уголовных дел возбуждено Следственным комитетом в отношении граждан, которые либо оскорбляли, либо физически наносили повреждения сотрудникам ДПС. Именно им. Это я не говорю еще о ППС, о сотрудниках участковых уполномоченных полиции, а уголовном розыске. Здесь только речь идет о сотрудниках ДПС. Печально. Представителя власти нужно уважать. На просьбы остановиться реагируют или не всегда? Не всегда реагируют. Почти 70 случаев, когда сотрудники вынуждены преследовать лиц, употребивших, как последствия были установлены, алкогольные напитки. Вот печально это все. Я понимаю, что каждый хочет уйти от ответственности, не хочет понести наказание административное, уголовное, но, к сожалению, выходя и убегая, по простонародье сказать, от сотрудников ДПС совершаются такие преступления. Машина считается и без того, собственно, предметом повышенной опасности. Но я знаю, что даже за тяжелую технику садятся люди в подобнейшем состоянии. У нас был прецедент, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения, как впоследствии установили, управлял автомобилем КАМАЗ. Ехал он, конечно, из стороны в сторону. Шесть экипажей ГИБДД выводили его за город и потом применили табельное оружие для того, чтобы остановить этот КАМАЗ. И такие случаи бывают. Нужно просто представить, какая трагедия могла произойти, если бы он просто находился на улице, а мы бы его не преследовали, не сопровождали и не остановили. Могла у нас быть большая трагедия. Поэтому и такие случаи бывают. Бывают случаи на мототехнике. Это тоже отдельная история. К нам часто поступают сообщения о том, что молодые люди или немолодые на мототехнике с большой скоростью передвигаются. Мы стараемся не преследовать таких, не гонять, как у нас говорят в простонародье, таких водителей. Я хотел бы предупредить их, что последствия-то будут именно такими же, как вот по последнему случаю, если произойдет ДТП. Потому что мотоциклист – это тоже объект повышенной опасности. Вообще, если делать такой средств, сегодня пьяный водитель – это кто? Можно пол, возраст установить, его социальное положение? Или это абсолютно разные люди? Знаете, что печально? В основном, ранее это были мужчины. К большому сожалению, в последнее время за рулем транспортных средств появляются и дамы. Наш прекрасный пол. Но прекрасным становится условно. Потому что большая часть дам, которые появляются, или мы устанавливаем за рулем, как раз и привлекаются к ответственности за оскорбление сотрудников, применение силы и так далее. То есть ведут себя неадекватно. Такие тоже прецеденты есть. Есть моменты, когда и люди в зрелом возрасте, и в преклонном возрасте. Но основная масса – это активное население мужское, конечно. Активное мужское население. И несоциальный статус здесь не имеет значения, наверное, недостаток. Когда человек певает, он становится автоубийцей, я бы так, наверное, сказал. Садясь за руль, он автоматически становится преступником. Я бы его так назвал, наверное. Изменить нужно сознание. Прежде всего. Это культура, культура вождения, культура движения, в том числе и пешеходов. Вот к этому нужно стремиться. Все остальное лишь будет чуть меньше правонарушений, чуть меньше преступлений. Но еще раз говорю. Вот подсознательно на каком-то уровне нужно поменять отношения. Это не утопия, на самом деле. Я могу точно сказать. Если заниматься это с подрастающим поколением, это точно даст результат. И чаще говорить о том, что происходит, если не соблюдать правила дорожного движения и не думать о своей личной безопасности. Ну, естественно, без ярких картинок и красок. Но проговаривать это нужно. К большому сожалению, я повторюсь в третий раз, все надеются на то, что с ним это не произойдет. Это касаемо всего. И вождение автомобиля, и пешеходного перехода, и преступления, и правонарушения, и в целом по жизни. Вот, кстати, насчет ярких картинок. Когда какие-то резонансные ДТП случаются, понятно, что все это смотрится в соцсетях, в Инстаграме. В какой-то период люди пытаются вести себя более сдержанно, более внимательно действовать на подсознание или нет? Я не могу до сих пор понять, для чего люди столь яркие картинки выкладывают в сеть социальную. Ну, во-первых, это нормы морали и этики. Понимаете? Во-вторых, эти картинки в том числе смотрят дети. Они же не проходят никакой проверки на предмет, как они повлияют на психику ребенка. Это еще один вопрос, еще один пласт. Для чего мы это делаем? Это никак не влияет на количество правонарушений, преступлений. Абсолютно. Ну, а гражданам, которые выкладывают в социальную сеть все это, особо кровавые моменты, мне бы хотелось что сказать? Чтобы они представили своего родственника на месте жертвы. Приятно ли это будет или нет? И заденет ли их это за душу или нет? И как себя чувствуют родственники погибших или пострадавших? Вот смотрите, сегодня и наказание ужесточается вплоть до уголовной ответственности за вождение пьяным. Сегодня и патрули есть. Почему не работает? Что такое щелкает в голове, что мы не можем исправиться и встать на отрезвые рельсы? Есть какой-то универсальный рецепт? Может быть, алкоголь просто ночью не продавать и все? Ну, наверное, в какой-то степени это нам поможет. В какой-то степени. Мы это обсуждали и в администрации города Бийска, с главой администрации. Мы регулярно это обсуждаем с начальниками территории, с начальником ГИБДД. В какой-то части это, конечно, поможет. Эта вседоступность и вседозволенность в продаже и в употреблении ведет, конечно, к последствиям трагическим в части дорожно-транспортных происшествий, но и к совершению в целом преступлений и правонарушений. Ну, опять же, если человек задумался выпить и что-то сделать, поверьте, его ничто не остановит. Он найдет и выпьет, неважно где. Хотя в каком-то моменте мы, конечно, можем уменьшить количество совершаемых и преступлений, и правонарушений. Либо запретив, ну, наверное, не запретив, ограничив реализацию спиртного, в том числе и в ночное время. Но в баре ведь мы не запретим. Правильно. Это будет ущемление прав человека. Любой человек может пойти и расслабиться, отдохнуть. Вопрос в том, что после этого он не совершал преступления и правонарушения. Не у каждого из нас в голове настолько высокий уровень сознания, чтобы этого не делать. Для тех, кто сознанием таким обладает, для тех, кто, скажем так, социально ответственный человек, вижу я, ну, человек явно пьяный, садится за руль, куда-то едет. Я могу сообщить в полицию? Будет реакция на это? Я каждый раз, выступая перед средствами массовой информации, докладывая в администрации, перед депутатами городской думы, всегда говорю только об одном. Мы должны работать вместе. Вместе. Только совместная работа, только взаимная помощь, поддержка, выручка даст результат. Не нужно проходить мимо. У нас масса примеров, масса, когда граждане, не безразличные, сообщая о водителе в состоянии опьянения, о гражданине, который находится в беде, передвигается в состоянии опьянения просто пешим порядком, предвосхищает, предупреждает совершение в отношении преступлений, правонарушений. Таких примеров очень много. Мы постоянно на основе поощряем таких граждан. В том числе по грабежам, по разбоям. Есть прецеденты, когда нам помогают в раскрытии и убийств в том числе, и в том числе задержание водителей в состоянии опьянения. На постоянной основе. Только вместе. Только вместе. И никак иначе. Иван Сергеевич, спасибо, что пояснили многие моменты, которые, наверное, для кого-то были спорными. А на сегодня это все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok